Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Бадук1 и еще одна партия, опять это Дан Фокс, я играю черными. Так, как мне сыграть? Ну давайте Камоку. Оппонент не играет Хаси, вторгаться нам некуда. Ага, и такой вариант. Но здесь, по-моему, можно прилипнуть и будет похоже... Вот если бы он по-другому сыграл, то было бы похоже на Джосики с Хаси. А раз он сыграл сюда, то даже не знаю, как ответить. Ой, неудобный ход вот этот. Очень неудобный ход. Ну, по идее, сюда. Хотя мне не нравится эта формула, он может двойной Хана сыграть. Ну ладно, пусть тогда, пусть он получает суперплотность. То есть он сейчас получит два отари подряд, потом еще отари здесь, и, по-моему, мне здесь надо уже резать, потому что если я здесь пробью... Хотя пробить тоже немало, потому что, как бы, если я пробью, у меня железобетонная группа в углу, давайте я лучше пробью, и его стенку можно резать. То есть он сейчас, скорее всего, будет играть... А, он не доигрывает? Это очень странно, то, что он делает. Это очень странно, то, что он делает. Я здесь первый получаю ход. Теперь вот это, сама этого разрезания очень сильно увеличилась. Этот ход очень слабый, потому что я тут могу еще в углу поприлипать. И мой камень G16 очень легкий, поэтому... Ну, он сейчас порежет. Наверное, не очень хорошо я здесь сейчас сыграл. Ну ладно, все равно я в углу выживу, пускай от Гота. Он должен отари ставить. А, он не поставил отари. Он побоялся то, что я здесь отари поставлю. Тогда я сыграю сюда. И на этот ход, по-моему, мне не обязательно отвечать. Потому что у меня здесь остается G16. По-моему, я могу дальше порезать. Но сразу резать я его не хочу. Я хочу еще похарасить его здесь. Переконцентрировать. Или он может это убить? По-моему, не может убить. Ой, а зачем он сюда играет? Чтобы сюда сыграть? Ага, чтобы сюда сыграть. Ну ладно, я тогда просто выживу здесь у него. Или убегу. Или выживу, или убегу. Ну давайте я тогда буду базу себе строить. Это не убиваемая группа. Она либо убегает, либо строится. Да, вот он здесь защитил. Но я продолжу выходить, потому что я могу дальше отаконять. Давайте вот эту группу его. Он играет здесь. Но тогда... Тогда мне надо вот так играть, по-моему. Отрезать этот камень. Ох ты! Очень странно играет оппонент. Потому что я могу сюда сыграть. Он должен еще раз тогда выходить. Я тогда соединяюсь. Он должен теперь выходить. И мне это очень не нравится за белых. То есть мы ему, по сути дела, вынесли все очки. Убежали в центр. Да, он получил два хода подряд там в левом углу. Но он же не убивает мой угол. Я нормально там играю. И потом я могу здесь еще получить какие-то ходы. То есть здесь у него не будет какой-то большой территории. И здесь низ... Я могу еще раз вытянуться. То есть, по-моему, он тут ответит. Да. И дальше я могу как-нибудь в центре добавить ход. Потому что здесь низ открыт с двух сторон. То есть тут очков много не будет. Получается, что сейчас самая слабая структура в этом всем это моя вот центральная группа. Поэтому я хочу ее укрепить. Теперь, если я сыграю к 11, он просигналит я сюда, я сюда. Он порежет. Так, 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 так. Короче, ладно. Давайте лучше не будем как-то рисковать. Сыграем просто. Да. И теперь получается у белого проблема то, что мою группу очень сложно убить в центре. И то, что слева он не получит очки. И угол он тоже не убьет. Угол он... А. Ну, очки-то не получишь все равно, друг. У тебя низ открытый был. Да. Вот он пытается что-то здесь убить. Но... Как это называется? Сейчас я вспомню, как тут играть. По-моему, я могу прилипнуть в Д2. Он поднимется, я поднимусь. Нет. Подождите. Я могу сюда походить. Вот из-за того, что я могу походить в Д4, я успеваю просто здесь пристроить глаз. То есть он сейчас должен отрезать. Я на... А, подождите. Если я нажму, он отодвинется, да? Что-то я тут уже ошибся. Но все равно моя группа выживает. Да, все равно моя группа выживает. Либо в ту сторону, либо в другую. Я могу просто вот так выживать. Ну, раз ты хочешь прям доиграть все ходы сразу, давай я тогда... Ага. Понятно. Это из области фантастики то, что он играет. Это невозможно убить. Ну, вот. В общем, то, о чем я говорил. У белого, конечно, очень сильная плотность. Но из-за того, что черный тут в любой момент может пристроить себе какие-то глаза. Как это называется? Эта плотность не особенно работает. Да, то есть я могу еще ход какой-нибудь добавить. Но, правда, я тогда под жесткую атаку попаду. Ну, давайте попаду. Хорошо. То есть этот же ход тоже моей группе косвенно помогает. И он приглушает стенку. Да, вот теперь мы вернулись как бы в обычную игру. Получается, у белого нет практически очков. И он еще идет вот на такой вариант, где я могу порезать. А, ну, окей. То есть он меня укрепляет. Но, в принципе, я могу его тут захарасить. Забрать этот угол. Но у меня и так три угла есть. Поэтому... Или забрать. Угол просто большой получается. Давайте заберу этот угол. То есть я сюда, он сюда, я отаре и спуск. Вот. Ну, он, наверное, повернет N2. Но я тогда сыграю R4. А, он играет сюда. Лесенка моя. Не совсем понял, зачем он это играет. Лесенка же моя. А, тогда я сюда похожу с удовольствием. То есть он хочет отпилить вот эти камни. Пусть отпилит. То есть я здесь тогда сыграю сюда. Ну, они даже, может быть, умрут, вот эти камни. Но, блин, я их даже, наверное, спасать не буду. То есть мне достаточно его как-то поуменьшать. На здоровье пусть забирает эти камни. У меня очень хорошая позиция. А у него по-прежнему нет очков. Но вот раз он так начал играть, это нагловато. Поэтому, скорее всего, я здесь с ним поборюсь. Давайте прилипнем и, наверное, порежем. Или прилипнем и просто хана сыграем в D10. В O10. То есть, если он хана, то я просто... А, он не играет даже туда. Что-то я тогда не понимаю. Он вот здесь просто очки получает, что ли? Или он как-то этот... Нет, он не режет, не хочет резать. А если я сюда прилипну? Это же похоже на Санта. Да, вот он ответил. И тогда, в принципе... Давайте я здесь доиграю, чтобы он точно не убил мою группу. А, он играет сюда. Я тогда сюда похожу. И если он играет сюда, то, в принципе, я могу сыграть обезьянку. То есть, мне кажется, то, что обезьянка, она больше, чем спасение вот этих камней P7. Давайте я сыграю обезьянку. Пусть он забирает P7. Ну, тут я, правда, очень рискую сейчас. То, что он все убьет. Ой, как я рискую, друзья. Может, не надо мне рисковать? То есть, если я сейчас соединюсь, и он как-нибудь здесь Хана сыграет, я соединюсь, и вот он убьет, то где я второй класс построил? Ладно, давайте рискнем один раз соединимся. Но он должен это убить теперь. Но вот он не хочет убивать. Тогда я здесь Хана сыграю. И он играет сюда. Но я тогда могу поставить Атари. И, в принципе, могу вытянуться. Или черни жальничать? Давайте я лучше выживу. Все, я теперь железобетонно живу. Я и так его нормально уменьшил. Он поставил Атари. Но я теперь могу просто сыграть другом месте. Мне тут не обязательно реагировать. Хотя, подождите. Если я спасу вот эти камни, может, я вот те тогда проатакую еще? Или сыграть все-таки как-то здесь? Хорошо, давайте я сверху сыграю. Сверху выглядит большой ход. Но он зачем-то вкидывает. Это же не работает. У меня живая группа. Но если он пробьет, тогда я лучше здесь соединюсь, чем это спасать. Он обесценил. Вкидыванием он обесценил эти камни. А, он еще там отвечает. Хорошо. Ну, как-то мирно. Мне кажется, у него здесь только территория получилась. Да, вот здесь он все-таки хочет что-то себе взобрать. Но я просто могу здесь притушать. притушить. Или он это жестко порежет. Ну, вот я не думаю, что это как-то легко можно порезать. Нет, это гетто, по-моему. То есть, и здесь у меня еще есть ход. Да даже нет гетто никакой. Я просто играю H11, и он здесь не может меня порезать, потому что будет Atari. То есть, он хочет сыграть, наверное, K11 потом. То есть, я соединюсь, он K11, мне надо будет соединяться. Он ткнет, я туда. Может, мне сразу сюда сыграть? Давайте я сразу тогда сюда сыграю. Он сыграет свой K11. Да, вот он играет K11, и тогда вот он сюда, я сюда, он порежет. Ну да, у меня либо так проблема, либо тут проблема, да? Ну, не то чтобы проблема, просто точка разрезания. Ладно, я закрою здесь, пусть он режет там, если он очень хочет. Просто здесь я могу вытянуть. Если бы он с другой стороны порезал, я бы забрал. А теперь он создал себе в мою мою слабую группу. Ну, как бы, если она спасется, то спасется. Но проблема для него в том, что он ничего не может убить. Вот у него сейчас задача просто построить два глаза. у него больше нет какой-нибудь сверхзадачи, кроме этой. То есть, он должен просто выживать. Вот, соответственно, по-моему, я могу даже здесь сыграть такой ход. Ну, на его Хана я, конечно же, порежу. И, если он порежет, я поставлю Атари. То есть, конечно, если он тут как-то по-другому сыграет. Ну, то есть, если он порежет, то я поставлю Атари. Да, вот я сейчас поставлю Атари. Он должен соединяться. Дальше я ставлю такой Атари. Он должен... А, он просто сжимает меня. Ну, друзья, это гейм-овер, потому что его группа в центре умирает из-за того, что у него недостаточно степеней. Моя группа, очевидно, намного больше. Да, белый здесь получит форсированные ходы, но проблема в том, что... Как это называется? Проблема в том, что у меня слишком много очков. Поэтому получается так. Я даже успеваю здесь защититься, чтобы он ничего не порезал. Но он должен сдаваться просто он никак не может это выиграть. У меня все живет. Но это бессмысленные ходы, потому что самое главное то, что он ничего не может убить у меня. Поэтому это бессмысленные ходы. Он ничего не может отпилить и убить. Вот чем проблема. я просто Йоса тогда буду играть. Я думаю, у него очень большая ошибка была в самом начале, но здесь я ему так уж и быть трешку, наверное, отдам. Не буду жадничать. Просто здесь вытянусь. Эта трешка как бы мне погода не делает. хотя лучше отдать один камень, чем три. Правильно? Так, он играет здесь, я тогда могу играть здесь. Он играет здесь, я тогда могу соединяться. Ну, и тут никакие ходы уже не работают. У меня просто все спаслось. Да, это Atari может нанести без проблем. Но как-то выжить он не может. Но здесь я не буду жадничать. Просто буду играть EOSA. Вот, и на его Atari мне не обязательно отвечают, я просто здесь сыграю. Ну, не знаю, почему он не сдается, у него объективно нет очков. Объективно не хватает ему территории. То есть, я не вижу. Вот у меня здесь слишком много получилось. У меня вот здесь, как у него вот здесь. И потом же у меня еще все углы. Плюс я к нему залезть могу. Я же убил вот эти еще камни. Не может он выиграть. Не верю в это. Здесь можно вставить Atari. А, раз так, то я еще пробью, конечно. Ну, здесь я соединюсь. То есть, здесь у него очков слева вообще никаких не получилось. Ну, здесь я могу пробить. Вот. Ну, здесь я могу смело соединяться. И здесь я могу просто играть такой ход, то есть группа у меня живет. Так, что дальше? Вкину он сюда. Я Atari. Но можно HANA сыграть. HANA не маленький ход. Давайте я HANA сыграю. Если он заблокирует, я защищусь и он пропустит ход, тогда тут какая-то комбинация может сработать. да, он правильно делает, что он соединяется. Тогда я вкину сюда, я Atari. Тогда что? Ну, я тогда просто сюда похожу. Он наверное еще раз должен соединяться. Угу. так, ну ладно, продолжает играть оппонент, что тогда я еще могу сыграть? Atari. Ну давайте Atari сыграем. Ну вот он идет ку-борьбу, да, потому что ему не хватает. Ну давайте поиграем ку-борьбу. Ну давайте нажмем эстимейтер, просто у меня плюс 30, это невозможно отыграть. ну, я если он соединится, то тогда я не понимаю, как он хочет. То есть если он соединится, у меня будет два глаза, да, вот это правильно делает, что он не соединяется, но к сожалению так еще хуже за него становится. То есть я сейчас должен подняться я сюда, он поставит Atari, я соединюсь, он поставит Atari, я соединюсь. Ой, ну это ошибка. То, что он здесь может вкинуть, у меня желтого от этого не умрет. просто сейчас его ошибка была в том, что мне не надо добивать теперь камни А9. Вот чем большая ошибка. Но это не важно. Так, там он доиграл, давайте я здесь вставлю Atari. Давайте я здесь соединю камень. так, он там что-то сделал. Ну давайте я здесь похожу. То есть убить же угол он никак не может. Я ничего там не пропустил. Ну да, это в общем ну здесь я тогда добавлю код, раз он там соединился. давайте я нажму на паузу, чтобы вас не мучить. А, ну как раз оппонент сдался. Давайте разбирать. Давайте смотреть партию. Я играл в этой партии черными. И здесь мой оппонент у него были вначале очень хорошие шансы. Значит а здесь он оказывается сыграл правильно с точки зрения программы. Хорошо мне показалось неправильно. Я точно ошибся, потому что я забил себе степень и мне это я все таки даже пошел на этот вариант то, что он меня сжимает. Вот. А вот дальше после того как я вот дальше его надо защищать разрезание. У него ну даже он отаре поставил и мне надо резать говорит программа. Но я не стал сразу резать, потому что в будущем когда он пробьет то строго говоря у него станет очень мощная плотность и мне сложнее станет на нижнюю сторону вторгаться. Поэтому и он теперь обязательно должен как-то снизу походить. Он должен ну либо защитить разрезание как показывает программа либо сыграть какой-нибудь ход на нижней стороне как-то реализовывать свою плотность. А он вообще играет тадуки. То есть вот это была очень мне кажется большая ошибка оппонента. И потом я играю здесь он атакует все нормально но как бы мне не проблема все это расконтролить. Здесь тоже ну вроде бы надо было ему отари играть. То есть если он отари отари он пробивает то что то у меня очень плохо 20% остается. Да у меня и так плохо показывает программа ну я себя нормально чувствую в таких ситуациях. Он играет здесь и в углу мне не надо добавлять. Я продолжаю харассить его чтобы получить какую-то плотную позицию чтобы его переконцентрировать. он играет так я отари потом играю форму он сюда я выпрыгиваю чтобы давление осталось на его стенку. Он делает такой ход ошибочный потому что я сразу могу отрезать. Вот и после того как он сделал этот ход вы видите то что то есть этот ход очень много потерял процентов ему очень грубая ошибка. То есть у него процент с 82 упал до скольки. до 42 на 40 процентов из-за того что он просто неправильно сыграл ход J5. Это очень большая ошибка то что я могу порезать потому что сейчас ему нужно эту группу попробовать поатаковать. Но как ее атаковать в лоб я не вижу например. Потому что форма достаточно комфортная для черных. Черный построил эффективные собаки. не знаю как ее атаковать. Какая то такая крутая форма. И в принципе окей. То есть после этого всего я еще выпрыгнул он играет большие ходы. Я еще раз специально вытягиваю чтобы мне не пришлось возвращаться туда чтобы добавить ход в центре. вот и теперь он не может мою группу в центре убить. Вот в чем проблема. А здесь низ открыт. То есть он слева не берет никаких очков. Получается ну да там в углу я все-таки выжил. То есть вот эти ходы ему не нужно было добавлять ход. И получается что у него было влияние на нижнюю сторону я его притушил. него было влияние нижнюю сторону и на левую сторону. И теперь в такой партии как бы у белого остаются одни стены и надо что-то убивать. Или делать какое-то мою. Думаю как-то уже большого достаточно не сделать в этой партии потому что у черного такая живучая группа в центре уже. То есть я не понимаю почему белым дают 82%. Но вот на нашем уровне там на уровне пятого шестого там дала очень тяжело вот это выиграть уже за белых потому что все углы заняты они живы и в центре живучая группа. Очень просто и черным не надо тут наизнанку вворачиваться достаточно просто везде повыживать и поуменьшать то есть даже вторгаться не нужно. И он еще играет вот этот ход зачем-то. этот ход меня сильно удивил. Может он как-то обезопасил его или думал то что я здесь как-то отвечу но я решил сыграть туда то есть я еще сильнее притушил его стенку плюс я сыграл по четвертой линии чтобы помочь центральной группе дальше он вторгается это нормально я играю стандартно он прилипает я играю хана потому что по-моему или я не имею права играть как там играется эта лесенка вот так она играется по-моему она идет за белых да все-таки так мне надо смотреть а все она идет за черных тут можно отари поставить все раз она идет за черных то белый так рез действительно не может он играет вниз ну как бы резть он все равно может потому что есть еще другие вариации но он играет здесь я здесь закрываюсь он прилипает и дальше да и программа тоже говорит то что надо угол забирать потому что мне не понравилось то что я сыграю здесь он уже получил большой угол и мне по идее надо еще закончить форму если я здесь закончу форму то как-то мне не нравится переконцентрация черных потому что у меня уже есть тут вот этот треугольник и а если я не буду добавлять никакого хода там то ну получается очень слабо как-то смысла в этом всем нет потому что белый там может обострить позицию именно поэтому я решил залезть в угол вот поставил отари и сюда он сыграл зачем-то здесь я сюда то есть он очень легко мне отдал камни в лесенку я их с удовольствием забрал но я да я пожалел потом надо было пробивать то есть здесь надо было пробивать ну окей потом он сюда и мне не надо тут барахтаться я просто здесь уменьшаю но вот после этого хода я понял то что он хочет все-таки очень много получить поэтому я сыграл проверочный ход я думал что он будет играть здесь и я бы тогда это все жертвовал то есть он бы поставил отари я бы поставил отари он бы пробил ну там не знаю ну вы поняли то есть мою идею я хотел жертвовать но он сыграл очень странно он сыграл вот так а этот этот ход недопустим как бы белый играет так как будто у него достаточно очков а сейчас ну объективно мы видим у черных 4 угла плюс живая группа в центре плюс здесь есть камень снизу нет очков у белых то есть у белых очки могут быть только здесь но здесь даже если он все это заберет не так уж много очков получается то есть белый переоценил вот эту область он наверное решил то что здесь слишком много вот я понимаю по ощущению то что там ничего ничего не много вот я еще сюда походил и потом прыгнул обезьянку он сюда я сюда и дальше я думаю феноменальный шанс вот в этой игры был у черного белого просто убить угол то есть после того как он играет здесь я соединяюсь я думаю ему надо было играть сюда потом сюда и здесь как вот так убивается сюда 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 если соединяться надо было стараться это как-то убить потому что у белого там камни везде свои было бы сложно ну да здесь есть татарь ну и что у белого очень крепкая позиция то есть вполне вполне белый мог убить бы этот угол если бы он этот угол убил что-то я не понимаю эти ходы которые показывают программы а он хочет забрать трешку так понятно ну в общем я думаю у него вполне был шанс потому что все-таки программа это программа а люди это люди вот но здесь он решил не рисковать не убивать меня я просто в какой-то момент доиграл он поставил отари ну не знаю почему программа так оценивает его шансы но как это называется я себя вполне комфортно чувствую вот это вкидывание не нужно было делать и дальше просто мы перешли в Йоса и проблемы ну да здесь я конечно переборщил то есть здесь надо было поаккуратнее играть потому что у меня могли возникнуть из-за этого очень большие проблемы то есть если он здесь как-нибудь ответит то я всегда могу в принципе сыграть такой ход на который он тоже ответит и здесь мне так уж много очков остается вот но я здесь как-то прыгнул сперва прыгнул а потом увидел то что тут тоже есть разрезание но к счастью у меня слишком крепкая форма сверху и у белого ничего тут не получилось есть то есть то есть я тут отыгрываю вот эти ходы и конечно если я сюда то он может вот так это порезать и здесь еды никакой нет ну как бы есть но получилось бы вот так или это лесенка просто да 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 нет это не лесенка и что я не понимаю что тут произошло бы по-моему а ну ладно я бы добавил такой ход он бы допустим соединился и что неужели я это могу поймать ну возможно да но было бы сложнее было бы сложнее то есть надо было бы считать поэтому я решил просто здесь соединиться а здесь считать уже надо меньше потому что ну очень плотная стенка и белый за один ход не убежит просто ему нужно сюда я его зажимаю ну здесь партия уже была проиграна белыми сто процентов потому что после того как он умер вот этими камнями здесь уже без вариантов поэтому как играть белым ну программа говорит играть хана а зачем играть такой ход просто проверочный бабуха понятно ага вот так понятно а почему я не убиваю из-за того что он отарьи поставит и потом еще отарьи поставит понятно но с точки зрения программ не все так однозначно а вот с точки зрения как бы такого скромного уровня на котором я играю мне показалась партия достаточно легкой для черных после того как как я здесь получил хорошую форму снизу и после того как он вот ошибся вот этим ходом я себя очень уверенно почувствовал этой партии то есть если по-человечески смотреть я думаю вот это один из переломных моментов партии то что я тут на халяву построил очень крепкую форму потом я не испугался то что он получает стенку потому что во-первых слева очков не будет из-за того что низ открыт во-вторых я успел еще укрепить форму потом еще ход с потерей темпа у него был на нижней стороне ну я выжил сверху и потом вот этот ход тоже я не понял зачем он играет белый так играет как будто у него миллион очков то есть здесь он не имеет права так играть ему нужно как-то активнее играть вот но он зачем-то тратит вот этот время на этот ход очень странный ход ну и дальше я этим ходом во-первых помогаю частично центральной группе во-вторых приглушаю вот эту стенку единственное где у белых может получиться очки это здесь потом мы играем какой-то вариант я получаю плотность здесь он отрезает мою плотность начинает ее атаковать но я на это не ведусь я просто уменьшаю потом проверочный ход я думаю вот если бы он здесь обострил все-таки тут я мог бы в чем-то ошибиться но после того как он сыграл сюда я здесь достаточно комфортно сделал все вот эти ходы потом еще обезьянку прыгнул потом он еще даже не попробовал убить мой угол я еще успел сыграть сверху но я знаю как белым такой выигрывать я не понимаю то есть только только за счет очков которые не видно то есть бывают невидимые очки которые достигаются на атаке действительно из-за того что у белых очень сильные плотности они везде могут очень жестко бороться и возможно на этой борьбе там они что-то пристроят но вот так на нашем уровне скромном тут без вариантов за белого я не вижу как это можно выиграть когда 4 угла у оппонента в центре группы у оппонента у тебя только немного очков здесь справа получилось ну как немного много очков но недостаточно ну вот такая партия окей спасибо за внимание буду выкладывать в центре группы